Приветствую, уважаемые подписчики канала Процветок. Солнце всему хату, с вами Ольга Дуброва. Сегодня наша тема. Элстома, диковинное растение, которое мы раньше могли наблюдать в цветочных магазинах, но раз есть спрос, значит пошло и предложение. И нам подкинули семян, вот мы теперь и носимся. Честно скажу, это не мое растение, потому что сидеть и ждать 30 дней, когда оно взойдет, а потом еще 6 месяцев ждать, когда она зацветет, это не про меня. Но сейчас, наверное, моя подруга из Марьиной горки Минской области, Тамара Ивановна, потешается, потому что в свое время я ее научила, как это все-таки делать, и у нее это получается успешно. Теперь она имеет свои семена, и ежегодно весь огород у нее утопает в элстоме. Вырастила Тамара Ивановна, вырастите и вы. Посев ее не более сложно, чем у петунии. Такие же мелкие семена даже еще и мельче. Неделю назад я посеяла семена элстомы, но вот тут даже трудно увидеть, но еще пока она не шевелится. Иногда некоторые авторы пишут о том, что элстома может прорасти даже и за 2 недели. Ну, не знаю. Раньше 20 дней у меня такое никогда не получалось, поэтому ждем. Какая нужна температура для проращивания элстомы? Температура необходима, чтобы она была порядка на первых стадиях, то есть это до того, как появятся семидольные росточки на свет, она должна составлять 24-25 градусов. Это, ну, трудно соблюдать, поэтому выкручивайтесь как хотите. Влажность должна быть небольшая, немаленькая, но постоянно находиться наши посевы в влажном состоянии. Конечно, в процессе выращивания необходимо проветривать. Проветривание должно быть. Затем, когда уже появятся росточки, то мы сможем их пересадить. Они достаточно, не то чтобы крупненькие, но их можно смело брать в руки, манипулировать там с помощью какой-то заостренной палочки. Это я вам уже когда-то рассказывала и показывала. И затем ее мы распикируем и посадим по отдельным горшочкам. Какие выбрать сорта? Сортов появилось очень много. Все они, конечно, F1, и, как правило, их там очень мало. И они очень дорогие. Но оно, наверное, того стоит, потому что во время своего цветения, а это будет где-то, ну, конец лета, у кого-то получится в июле, в августе, и, если позволяют погодные условия, то и в сентябре. Но при этом необходимо посеять ее, начиная с ноября, в декабре, январе. Но я рекомендую сеть ее в феврале. Все-таки будет полегче вам с подсветкой, потому что без подсветки никак не обойтись. В промышленных предприятиях, которые занимаются выращиванием эустомы, выращиваются срезочные сорта, горшечные сорта. Там происходит выращивание круглый год, потому что можно легко соблюдать все эти условия. Как сеять? Ну, вот вскрою очередной пакетик. И затем вам покажу поближе, как это проделывать. Видите, они тоже дрожированные в оболочке. Те семена, которые в оболочке, вы же помните, что их ни в коем случае не стоит замачивать, потому что оболочка предназначена для того, чтобы сохранить наше растение, защитить и дать там старт для хорошего прорастания. Обратите внимание при покупке семян еще на сорта, которые, если вы впервые хотите этим заняться, на сорта с синей фиолетовой окраской, потому что эта окраска, она как бы ближе к своей первородной окраске в тех далеких лесах Амазонии, Южной Америки, Панама. Она именно фиолетового-синего цвета с простыми колокольчиками. Современные сорта могут быть простые, махровые. Если вы хотите выращивать в квартире, то, конечно, необходимо приобретать низкорослые сорта, которые будут не выше 40 сантиметров, для того, чтобы можно было ими любоваться у себя на подоконнике, либо на балконе. Высокорослые сорта мы будем потихоньку готовить к тому, что мы отправим их все-таки на улицу. И отправлять их на улицу надо как можно раньше. Но не то, чтобы снег сошел и мы туда уже со своей рассадой. Нет. Это необходимо сделать после того, как все-таки минуют ночные заморозки. Но лучше все-таки создать такие условия, потому что корневая система Эустома развивается хорошо и при достаточно низких температурах. Но низких это каких? Это 12-14 градусов. А сверху, чтобы было и тепло. Поэтому, если есть у вас такая возможность, значит можно это проделать. И затем, после того, как мы посеяли, всходы появятся, как я вам уже говорила, где-то через месяц, через полгода от момента появления всходов, через 5 месяцев она зацветет. Если мы сохраним на зиму это растение, то мы можем выращивать его и на следующий год. И на следующий год у меня был такой опыт выращивания, можно сказать, в многолетней культуре. Результат был очень великолепный. И даже успела завязать семена. При этом надо, когда мы вносим осенью в помещение, необходимо срезать практически всю листву. Естественно, что все цветоносы. и оставить тройку-пятерку хороших здоровых листьев и так сохранять ее где-то в помещении, в светлом помещении с температурой 12-14 максимальных градусов. Что любит эустома? Какую почву? Когда мы ее выращиваем, то в принципе особой разницы нету, лишь бы она только была не кислая. В домашних условиях подойдет, если сами не знаете, ошибиться, боитесь, какой грунт ей намешать, то можете пойти в магазин и купить грунт для фиалки. Там кислотность, именно то, что надо. Для большего скрепления грунт все равно там будет на основе торфа. Для большего скрепления грунта можно подмешать дерновой чистой земли в пропорции 1 к 1 и 7 по поверхности. Снова же вы знаете мое отношение к торфяным брикетикам либо к кокосовому грунту. Мне это не нравится и не подходит, потому что, во-первых, проростки очень тоненькие, корешки очень нежные и волокна, как ни крути, особенно в кокосовом грунте крупные, когда мы будем извлекать, то можно надорвать. Но у некоторых это получается хорошо. И тот момент, о котором я как-то вам рассказывала, что происходит пересыхание торфяных таблеточек, это я не списываю и призываю, что удобнее будет посеять какой-то вами сделанный грунт и за ней ухаживать. Можно после того, как отрастут две пары листиков, мы укрытие снимем. Ну и вот такое нехитрое сооружение. С бутылки срезаем вверх. Представим, что тут наши росточки. Вот оно выросло. И мы накрываем, потому что молодые растения требуют сильной к влажности воздуха. Кроме того, что почвы, так еще и воздуха. Поэтому в течение дней 7-10 мы можем в пробочке сделать отверстия, либо несколько отверстий. Потом мы потихоньку снимаем, еще так оставляем, чтобы оно там окорепло и хорошо начали развиваться корешки. То, что корешки укоренились вследуя при пересадке, вы поймете по появлению новых листочков. И тогда вы уже смело можете снять ваше укрытие. Можно также оставшуюся часть сделать в ней отверстие, оставшуюся часть бутылки и тоже накрыть наши горшочки. Когда мы пересаживаем уже стома в грунт, то хорошо, если он в грунистом. Но не такой, чтобы там уже вода стоит. Он должен быть все-таки водопроницаемый. И если суглинок такой, что вот уже самый настоящий суглинок, то туда можно добавить компоста хорошего или перепревшего навоза. Все это перекопать и пересаживать туда наши растения. Высокорослые сорта лучше сажать в компании, потому что они будут друг на друга опираться, и это будет выглядеть эффектно. Ну, а низкие карликовые сорта сажаются на свое усмотрение, но в компании всегда они будут смотреться гораздо красивее. Успехов вам в выращивании эустомы! До новых встреч! Спасибо за внимание! Ставьте лайки! Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok